И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньки. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Как вы знаете, у нас буквально полнедели назад случилось одно из самых неожиданных с одной стороны, с другой стороны интересных и, может, не очень интересных, но обновлений, связанных с дронами. Баланс дронов поменялся и, как вы знаете, я тот игрок, который особо, конечно, не любитель ничего менять того, что хорошо работает. Я продолжил играть на бустере, записал видос с бустером и, в принципе, убедился в том, что на данный период времени этот дрон показывает себя всё так же чётко и круто. Но, всё же, по имеющейся информации, и эту информацию мне, конечно же, рассказали ребята, которые подписаны на канал, которые также смотрят, которые также заинтересованы в поиске чего-то жёсткого и интересного. Артёмочка мне написал о том, что произошли интересные изменения с дроном, механик, и теперь его можно пробовать грамотно использовать в матчмейкинге и при этом зарабатывать хорошее количество очков и опыта. Соответственно, я решил попробовать всё это дело записать, ну и сегодня мы вместе с вами на всё это дело посмотрим, прокомментируем и решим, в чём же плюсы дрона механик и насколько он актуален вообще на данный период времени у нас в матчмейкинге. Я сыграл два боя. Первый бой я сыграл на своём любимейшем дефолтном диктатора уже страйкере с дроном механик. По режиму я выбрал тот самый режим, в котором когда-то мы вместе с вами уже фармили безумно большое количество кристаллов на этом же самом дроне, но тогда он себя показывал немножко в другом стиле и на нём можно было исключительно на дроне и овердрайве диктатора можно было заработать куда больше очков. Сейчас же это всё дело пофиксили и стало, наверное, немного тяжелее, но вот с этим обновлением появилась очередная замечательная опция, с которой вы можете иметь чуть ли не вечную аптечку в нашей игре. Кулдаун дрона стал 3 секунды, также и кулдаун вашей аптечки при пережатии любого другого расходника, например, у вас была только ДАшка, вы прожимаете аптеку, потом у вас КДшится 5 секунд, ДДшка, вы жмёте ДДшку, опять можете сразу же сжать аптечку, потом жмёте, например, не тру, потом опять аптечку, жмёте мину, потом опять аптечку и во всех этих периодах времени кулдаун вашей аптечки будет 3 секунды. Вот такое вот обновление сделали разработчики и плюс за каждую вашу прожитую аптечку, если в радиусе находится хоть один тиммейт, вы получаете 7 очков. И первый бой это Промзона, одна из лучших карт для реализации механика, раньше была, ну и диктатора в целом, где можно было зарабатывать безумно большое количество кристаллов, ну и понятное дело, что здесь будет досрочки, да, то есть это как бы штурм за деф, но это, ну можно так сказать, ТДМочка, да, 100 киллов надо набить на команду, и понятное дело, что эти киллы будут биться довольно быстро. Я, ну, где-то чуть больше киллов бью, где-то прожимаю, может не совсем супер грамотные аптечки, но пытаюсь уже по таймингу распределять так, чтобы у меня аптечки прожимались как можно, как можно чаще. К слову, ребята, кому интересно, либо кому, кто очень внимательный, либо кому нечем заняться, можете посчитать, мне было бы тоже даже интересно, сколько аптечек за одну катку я прожал. Просто я знаю, что есть у нас ребята, которые любят там что-то интересное посчитать, если такие имеются, напишите в комментариях, посчитайте, будет интересный факт, сколько вообще аптечек с этим дроном улетает за одну катку. Ну и понятное дело, что здесь я еще и играю от киллов, плюс от своего овердрайва. Можно было бы еще, конечно же, чуть больше грамотно контролировать овер, который падает сверху, но я уж чересчур сильно начал акцентировать свое внимание на аптечках, и как вы видите, за счет этих аптек, да, то есть я и сам себя как бы держу в фулл хпшке, и не умираю, даже при том, что там летит хорошее количество урона. То есть по сути, если вы будете играть в пати, что если вам интересно, то мы тоже можем сделать, протестировать, если будете играть в пати, вы можете, ну вообще не умирать, просто жить по кд, жать друг другу аптеки грамотно, да, может там в два диктатора, в три диктатора, а если, например, у вас будет там диктаторы с механиками, плюс еще, например, какой-нибудь жесткий титанчик, который будет жать купол, то может вот разрабатываться такая вот интересная тактика, И это, к слову, тоже штурм Я не знаю, что и сколько можно будет заработать в катке Которая, например, будет идти 15 минут Потому что у меня здесь бои, по сути, заканчивались за 7-8 минут Но, ладно, пока смотрим Уже у нас 40 киллов на команду имеется У меня 450 очков У второго игрока 150 То есть вы понимаете, сколько саппорта очков дополнительных идет Да, здесь, конечно же, я еще дополнительно очки зарабатываю с киллов Это тоже не нужно забывать Во второй катке мы попробуем все это дело реализовать Без, без страйкера, без уничтожения противника Возьмем еще Изидочку, на которой раньше тоже мы играли В этом режимчике, чтобы, ну, может, с какой-то степени потестировать С другой стороны, Изида вам дает возможность Ну, как бы, будете уже лекать оппонента Вы особо там жестко не будете уничтожать Да, то есть вы будете играть как чисто саппорт танк Саппорт танк И вот именно саппорт танк Посмотрим, сколько тоже сумеет Заработать очков Ну, а для этого боя То количество, которое здесь уже получалось у меня давать Это были очень хорошие очки Вы видите, да, то есть прожимается аптечка У меня кулдаун, например, ДДшки Был там еще одна секунда Если бы я сейчас не умер, можно было бы сразу прожать ДДшку Потом сразу аптечку, потом не тру, потом опять аптеку То есть вот эти вот кулдауны, да, по 3 секунды Открывают дополнительные возможности все-таки для этого дрона Но, понятное дело, что есть как бы и свои определенные минусы Один из них это то, что, ну, этих аптечек вы закатку прожмете тоже хорошее количество Поэтому, если у вас, например, нет большого количества расходки То я бы вам особо не советовал такими вещами заниматься Но вообще, как вариант заработка, можно так сказать, даже легких кристаллов То есть все-таки здесь особо ничего придумывать не надо Вы также четко стоите на прожатии расходки И это, к слову, был первый бой Первый бой Я, то есть не напикивал там 40 тысяч боев Там выбирал какую-то подборку Чтобы там выбрать какой-то супер боечек Первый бой Первый бой, который я запикал И уже вот такой вот результат у нас получается За 6 минут 70 килов на команду имеется Аптечки работают Работают Очень эффективно работают И с одной стороны, я вообще думал, что кулдаун будет полностью аптеки на 3 секунды Потому что, ну как мне сказал человек То есть кулдаун 3 секундочки И можно постоянно каждые 3 секунды сжать аптеку Но, как вы видите, если у вас, например, фул расходка прожата И вам уже не на что тыркнуть То у вас уже кулдаун становится не 3 секунды этой аптеки А столько времени, сколько надо до обычного кулдауна вашей аптечки То есть это, если я не ошибаюсь, 20 секунд Ну а если вы пережимаете дроп То есть, например, сначала я прожал броню Потом прожал аптеку Потом, затем, например, прожимаю Вот сейчас будет прожата следующая Была нитра, теперь ДА-шка Кулдаун стал, вернее, кулдаун пропал Я нажал сразу аптеку Аптека опять 18 секунд пошла на КД Потом прожал следующую расходку Потом опять кулдауна не стало Потом опять аптечку То есть вы в сумме можете прожать 5 аптек Потом у вас будет кулдаун, в котором будет у вас уже аптечка на КД-шке 18 секунд Потом вы ее отдаете У вас открывается мина И начинаете опять раскручивать свой потенциал именно дрона И получается в сумме вы из этих 5 быстрых прожатий Там буквально, наверное, за секунд 20 Может даже чуть меньше Дополнительно чисто на саппорте можете получить до где-то 35-40 очков Что является очень хорошим показателем Плюс вы не забывайте о том, что вы можете диктаторам Также раздавая овердрайв получать дополнительные очки Ну и плюс весь дополнительный опыт и дополнительные очки Которые вы даете, например, скиллов на вот этом вот диктаторе Поэтому с диктатора страйкером эта комбинация работает очень круто и эффективно И как вы видите, я набил 21 килл 21 килл 830 очков за бой К слову, бой длился у нас где-то около 7 минут Чуть больше может быть Но для такого тайминга 8000 кристаллов за бой Это очень-очень хороший результат При том, что нужно понимать, что это саппорт Это саппорт, это помощь И это не то, сколько вообще можно реализовать киллов, например, там с другим дроном Да, то есть это именно помощь и возможность жить очень и очень долго И при этом это игра соло Соло Не забывайте, соло А если всю эту же ситуацию развернуть в группе С уже большим количеством этих механиков То может получиться очень интересная комбина Ну а теперь переходим ко второй катке Вы видите, что получилось у нас на страйкере Получилось дать хороший, хороший, качественный результат Второй бой у нас Уже на диктатора Изиди Изиди с лечением И здесь уже открывается, ну прям, сверх жесткий уровень саппорта Потому что у меня уже нет пушки, которая может уничтожать оппонента Здесь уже мы лечим своих тиммейтов Пытаемся зарабатывать очки именно за счет лечения Плюс, конечно же, реализации дрономеханик Да, понятное дело, что теперь уже там в центре на точке особо никакого смысла стоять нету Как раньше, да, например, чтобы ловить как можно больше тиммейтов И прожимать как можно больше танков эту самую аптечечку Теперь вы как бы там что одного лечите, что двух лечите, что трех, что пять, что десять Все равно получаете одинаковое количество очков И это семь, семь очков Ну и уже за минуту здесь, ну, порядка, наверное, десяти аптек прожито было Семьдесят очков Это, ну, не сказать, что прям какой-то большой результат для минутного боя Но, в общем и целом, если считать, что это большие карты Что это те бои, на которых на обычных вооружениях и в таких режимах вы большое количество очков не заработаете То есть у вас есть отличная возможность грамотно реализовать тот самый нужный вам дрон в виде помощи И при этом заработать намного больше кристаллов, чем вы сможете сделать это на другом любом вооружении Да, может быть, там в ЦП, в осаде и в других режимах это будет сделать намного-намного тяжелее Но я еще этого не пробовал, поэтому, может быть, это даже и не так Но штурм, испокон веков, уже у нас штурм за деф Это тот самый режим, где помощь всегда окупается прибылью И здесь всегда можно качественно реализовать диктатора Но диктатора мы теперь уже вообще используем везде, да Потому что это, ну, как по мне, уже один из лучших корпусов в игре, на котором можно зарабатывать очки Но диктатора, например, та же Изин, да, с механиком Нужно не забывать именно механика Это то самое вооружение, на котором можно поднимать хорошее количество очков Здесь еще также открывается дополнительный контроль центрального овердрайва Который тоже дает дополнительные очки Ну и понятное дело, что в таких боях мы играем на победу То есть, если я здесь не буду выигрывать То я уже в сумме тоже получу намного-намного меньше кристаллов 40% от фонда забирать в таких боях, где ты играешь на саппорте Это очень и очень мало Ну и понятное дело, что изначально при вот такой игре Когда противник играет довольно пассивно, особо не пушит И практически не доезжает до нашего респа Поднимать опыт, ну, я бы не сказал, что так легко и так много ты сможешь То есть, если сейчас в тайминге посмотреть, сколько у меня очков У меня там где-то около 300 У второго моего тиммейта там где-то тоже около 200 То есть, по сути, на этом саппорте я не сказать, что там очень сильно выезжаю И дополнительно зарабатываю большое количество очков Да, то есть, как бы, да, есть лечение, есть помощь тиммейтам Одному, второму, третьему Плюс дополнительные аптеки, за счет которых Мои тиммейты выживают в тайминге Но этого мало Этого мало Этого мало Я понимаю, что, ну, если, например, мы уж ладно, углублемся немножечко в прошлое Да, когда там с этим дроном можно было зарабатывать по полторы-две тысячи очков Да, то есть, и там были такие прям безумнейшие цифры То сейчас нужно уже понимать, что таких цифр вы никак не сможете сделать Но, 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 но В чем плюс этого механика? Это кулдаун, да? Что я и сказал в начале видоса Что я скажу сейчас? За счет этого кулдауна За счет этой быстрой перезарядки Ваша реализация становится более актуальной И более реальной, нежели это было у нас раньше Да, то есть, если раньше механик вот нерфанули так, что его вообще никак, ну, не реализуешь Да, то есть, ну, ты возьмешь его Но ты будешь, ну, чисто работать на аптечке И, ну, никакого-то плюсового для себя там выхода не сделаешь Да, то есть, у тебя будет примерно Такое же, наверное, количество очков Как и у тиммейтов, которые будут просто играть на килы Здесь же, здесь же, да? Это как один из вариантов Фарма И Заработка кристаллов В нашей игре Понятное дело, что У нас такие ребята есть Но их Не такое большое количество, да? И не каждому Нравится Играть в виде Помощи, в виде Саппорта, да? Своим тиммейтам То есть, кто-то любит просто там зайти А-ля, давай сейчас, как я Залечу-то унесу всю команду противника, да? И никто там особо не любит Там кого-то саппортить, лечить Но Есть те, кто это любит И Эта вся комбина, конечно же, для них и разыгрывалась Ну, и Если уж сравнить Диктатора Страйкера и Диктатора Изиду То я вам могу тоже сказать, что Мне больше понравился Страйкер Да? Только нужно понимать Что если вы будете играть на Страйкере То С какой-то Стороны Ну, ладно, не с какой-то стороны Бои будут заканчиваться Быстрее Они будут заканчиваться При любом раскладе они будут заканчиваться Быстрее Потому что вы будете давать большее количество киллов Чем вы будете давать на Изиде Их Да? Ну, здесь может быть еще такая Не совсем удачная карта Если была бы, например, та же промзона И противник бы ехал на доставку То я и на Изиде бы давал бы больше киллов Ну, а здесь вы видите Что они особо не доезжают до нашего респа И, соответственно Возможности уничтожения оппонента Ну, довольно мало То есть еще пару раз у меня Праги потырили И я не сумел забрать Но по очкам По очкам У нас уже прошло 7 минут боя У меня Сколько очков? Где-то около 600 Для такой катки Где мои тиммейты скиллов Не могут там заработать чересчур много Ну, это не совсем, наверное, плохой результат Не совсем плохой результат Но по ходу этого боя Я все равно себя ловил на мысль Что на страйкере поднял бы я все равно намного больше Намного больше И это было бы куда более практично Но на Изиде тоже надо было все это дело, конечно же Опробовать 62 кг на команду Бой длится Половину времени Да, то есть уже 7,5 минут у нас прошло Не забывайте, что у нас 15-минутные бои И При такой катке, да Где мы с легкостью уничтожаем оппонента Ну, наверное, неплохой результат Наверное, неплохой результат Плюс Тиммейты у нас тоже довольно пассивно играют Никто особо не пушит И не старается там заработать какие-то дополнительные очки Ну, а я пытаюсь как можно больше найти своих тиммейтов Которым я могу эту хп-шку дать Вот, например, сейчас титана Пулемета Тут тоже накидочка Ну и плюс Получилось уже развивать Такую схему По которой я Прожимаю овердрайв И потом сразу же в тайминге падает овердрайв на центре То есть у меня получается один овер мой Сразу же я отправляюсь на контроль центрального овердрайва Забираю его, раздаю его То есть я получаю сразу x2 очки От прожатия своего овердрайва И плюс еще овердрайва, который падает на центре Вот, например, сейчас я прожал овер И сразу же в этом же тайминге падает овердрайв на центре Я прожимаю еще один овер Сразу коплю свой овер И получается, ну, такая вот Неплохая реализация открывается Ну и здесь, вот видите, еще одна раздача овердрайва Но нужно тоже понимать, что теперь у нас диктатор Насколько бы танков не раздавал Это все равно одинаковые очки Да, то есть я думаю, кстати, что со временем Разработчики у нас вернутся к той схеме Что чем больше ты тиммейтов, например, зацепишь Тем больше очков ты получишь Что с механиком, что с диктатором Потому что иначе, иначе, иначе это выглядит очень грустно Для тех ребят, которые используют эти корпуса И пытаются помочь как можно большему количеству тиммейтов Да, то есть И рано или поздно мы вернемся к этому Мы вернемся Я вот более чем уверен, что пройдут еще там пару изменений дронов Да, и мы вернемся к тому, что и механик в целом Да, и есть еще другие саппорта Дроны, да, то есть которые не только аптеку раздают Которые раздают расходку Да, я уже не особо помню тех названий Но мы вернемся к тому, что эти дроны тоже будут Давать очки за количество танков, которым вы помогли Потому что иначе, ну, возможность реализации этих дронов Становится очень-очень маленькой Но если уж разработчики игры нам сказали о том Что они хотят сделать так, чтобы все не играли только на бустере На защитнике и на кризис А чтобы начали использовать и другие дроны То, например, все эти саппорты Дроны, их у нас в игре, если я не ошибаюсь, три Да, все эти дроны должны получать очки дополнительные за количество танков Ну и вот у нас заканчивается бой Я, к слову, не совсем заметил, сколько у нас эта катка длилась Ну, наверное, где-то около минут так десяти И за этот бой, за 1800 опытов Я получаю 9000 кристаллов Что является тоже очень неплохим показателем Но, как я уже сказал Если бы я поиграл бы в этой катке на страйкере Я думаю, что можно было бы заработать куда больше Куда больше Может быть, конечно, катка бы закончилась побыстрее Но заработать я мог бы намного-намного больше То есть, например, такое же самое количество кристаллов Я бы мог заработать не за 10 минут А, например, там за 7 Да, мне так кажется Поэтому, если уж я бы выбирал бы диктатора страйкера с механиком Или диктатора изида с механиком То я бы выбрал диктатора страйкера Играл бы на нем Ну, мне просто, не знаю, от изида Не уж совсем Не уж Даже не то, что совсем Да Совсем-то она мне как бы Не то, чтобы не нравится Да, на ней как бы играть можно Но все равно приоритет Я бы отдавал пушке Которая может давать большое количество киллов в нашей игре Поэтому, друзья, как-то так Вот вам один из вариантов реализации Дрон и механик С которым вы можете Чуть ли не на вечной аптечке Замечательной Катать, нагибать, разваливать оппонента Пробуйте Тестируйте Нагибайте Я уверен, что Есть те ребята Которые Рады, может быть, даже этому обновлению Попробуйте Мне кажется, что Может на обычных фондах У вас не получится там поднимать Такое большое количество кристаллов Да, но на повышенных фондах Оно того стоит Попробовать Ну и Не забывайте Поддерживать видос лайком Подписываться на канал Пишите Какой вы бы дрон хотели бы еще увидеть Из новообновленных С каким бы еще Есть смысл Попробовать поиграть Попробовать Пореализовывать Потому что Ну, как бы я все равно Остаюсь при своем мнении Что у нас бустер сейчас Лучший По балансу Из всех дронов И ничего у нас не поменялось Да, поменялась механика Самого дрона Но Имбовость дрона От этого не уменьшилась Да Ну, я не считаю кризиса Конечно же Поэтому пишите 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 Прожимайте лайки Подписывайтесь на канал Если у вас еще вдруг не подписаны Ну, а с вами был Мистер Ванька Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока